Избирательный участок в вертолете. Оленеводы восточной части Ненецкого округа приняли участие в досрочном голосовании. Алина Воучейская продолжит. Первую посадку вертолет совершает в поселке Каратайка. Здесь на борт поднимаются представители 32-й участковой избирательной комиссии, а также проводник из числа коренных жителей. Он поможет экипажу быстрее найти место стоянки оленеводческой бригады. Спустя 15 минут на горизонте появляются первые чумы. Здесь избирательную комиссию уже поджидают кочевники. Одним из первых гражданский долг выполняет Егор Тайбарей, оленевод из ПК «Дружба народов». За 32 года работы в тундре посту голосует практически на каждых выборах. О кандидатах узнает заблаговременно. Когда все жители Стойбища опустили бюллетень в Орну, избирательная комиссия, отправляется на поиск остальных бригад из ПК «Дружба народов». Всего их шесть, однако найти удалось еще один чум, где застали пастуха Александра Талеева. Он о выборах и не слышал. Говорит, с мая кочует в тундре, в поселок не выезжал. Ни разу нас не бывает тоже в тундре. Вот я сейчас приехал, вам повезло. А где-нибудь километров, ну метров 500 отсюда был бы где-нибудь в кустах. Такое точечное голосование для одного избирателя на просторах тундры – норма. Оленеводы постоянно им дают, точных координат у избирательной комиссии нет. Стараемся в том году, так как у нас проголосовало вообще 4 человека, мы не могли найти бригаду, потому что они им дают постоянно с места на место, и их очень сложно найти. Ну вот, как видите, сейчас вылетели, нашли 3-ю, 6-ю бригаду. Это плюс, как говорится, что мы их еще увидели. Вот здесь прилетели из-за одного человека. А это уже избирательная комиссия Амдермы отправляется на досрочное голосование к оленеводам общины Ямпто. Прибыв к жителям тундры, решено проводить голосование прямо в вертолете с соблюдением всех противоэпидемических мер. Маска, дезинфекция у нас у рук идет, мы маски избирателям обязательно даем, дезинфицируем руки, перчатки обязательно. Вот. Ну и у нас должно быть расстояние. Ну, вроде как мы стараемся это тоже сделать, чтобы было полтора метра. Так завершилось досрочное голосование. Всего в период с 30 августа было выполнено 12 вылетов. Свой гражданский долг исполнили более двух тысяч человек. Это работники нефтяных промыслов, оленеводы, военнослужащие, метеорологи и жители населенных пунктов, где не образованы избирательные комиссии. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.